Коллеги, добрый день. Коллеги, добрый день. Начинались первые эксперименты по оценке канцерогенности каменноугольной смолы на грызунах. Если говорить про приматов, то также первые эксперименты на обезьянах были проведены в Советском Союзе под руководством Николая Николаевича Петрова на базе Института онкологии, сейчас вот инмидс онкологии Петрова, и Сухумской медико-биологической станции. А если говорить об истории, это было примерно в 50-х годах, а если говорить об истории использования обезьян как экспериментального объекта в онкологии, то первые эксперименты по перевивке опухолей были проведены Ильем Ильичем Мечниковым и Ру в 1903 году. Они прививали меланому в камеру глаза шимпанзе, но развитие опухоли они не получили. Интерес к обезьянам связан с тем, что они обладают очень близким филогенетическим срастом, анатомическим сходством и физиологическим сходством с человеком. Если говорить о современном состоянии экспериментальной онкологии, то в руках экспериментатора огромное количество моделей на сегодняшний день есть. Это клеточные культуры, классические 2D культуры, современный вариант 3D культуры, перевиваемые опухоли у разных видов животных, у грызунов в основном, у рыб. Также в качестве модели используются спонтанные опухоли, возникающие у животных, опять-таки в основном это грызуны. Опухоли могут быть индуцированы различными воздействиями канцерогенными, в основном это химические канцерогены, либо действия ионизирующего излучения. И высокотехнологичные модели, современные, это генетически модифицированные линии мышей. Что же известно в этом отношении про нечеловекообразных обезьян? Наиболее частым типом спонтанных опухолей обезьян являются опухоли, ассоциированные с вирусными инфекциями, с инфекционным фактором. Для человека это тоже известный феномен. Порядка 17,8% опухолей у людей ассоциированы с инфекционным фактором. В основном у людей возникают опухоли солидные. Если говорить про нечеловекообразных обезьян, то частота возникновения опухолей, связанных с инфекциями, она составляет примерно такую же величину, около 16% всех опухолей. Но при этом в основном наблюдаются развитие лейкозов и лимфо. Приводят к развитию этих опухолей такие вирусы, как герпесвирус обезьян саймири, герпесвирус обезьян отелес, причем при трансмиссивной передаче другим видам обезьян. Также ассоциированы с развитием лейкемии являются лимфокриптовирус макакрезус, телимфотропный вирус обезьян, вирус Эпштейнбар, вирус иммунодефицитов, обезьян, папиломовирус, иванских макак. В Сухумской медико-биологической станции подробно изучался также вирусный канцерогенез. Это было связано с тем, что возникали вспышки лейкозов, упавиан, и был выявлен ДНК, содержащий вирус, относящийся к семейству вирусов Эпштейнбар в качестве этиологического агента. Если говорить про спектр спонтанных солидных опухолей, то он достаточно широкий, практически поражаются все органы и ткани. В этом плане есть сходство с человеком. Возраст возникновения опухолей достаточно разный, от 2,5 лет до 18 лет и старше. Большинство типов спонтанных опухолей с одинаковой частотой выявляются у самцов и у самок обезьян. Спонтанные опухоли репродуктивной системы в основном выявляются у самых старших возрастных групп и крайне редко у самцов. Спонтанные опухоли достаточно редки у обезьян, составляют порядка 5% во всех возрастных группах, но частота их обнаружения имеет тенденцию к увеличению с возрастом животных. Так же, как это и характерно для человека. Наблюдение первых спонтанных опухолей у обезьян следует отнести к середине прошлого века. Это данные наблюдений животных, которые содержались в крупных зоопарках. И частота выявления опухолей достигала примерно 1%. По данным различных авторов 70-х годов прошлого века по 2000-е годы, частота опухолей у нечеловекообразных обезьян составляет порядка 2-4%. И она значительно ниже у высших обезьян, то есть человекообразных. При этом есть достаточно большой разброс этих данных. Вот исследование Сибель-де-Вольф на 1066 случаев некропсии, частота выявленных опухолей составила 0,38%. В 2008 году был представлен обзор Национального института рака США, где проводилось исследование в основном на трех видов. Частота злокачественных опухолей у юванских макак составила 1,9%, у резусов 3,8% и была несколько выше у зеленых африканских мартышек 8%. Причем 3 из 5 опухолей это не хошкинские лимфомы. А доброкачественные опухоли с меньшей частотой выявлялись у юванских макак, а частота у резусов составляла 6%. У зеленых мартышек доброкачественные опухоли выявлены не были. По данным Международного агентства по изучению рака у людей солидные опухоли являются причиной летальности в 20% случаев, что значительно превышает те цифры, которые имеются для обезьян. Следует сказать, что все данные по обезьянам получены в условиях искусственного содержания. Практически нет сообщений по содержанию в естественных условиях. При этом продолжительность жизни животных в искусственных условиях значительно выше, что связано с лучшим фактором питания, отсутствием воздействия хищников с меньшим травматизмом животных. Достаточно сложно сравнивать возраст, в котором возникают опухоли у обезьяны, у человека. Если говорить про макаку резус, это животное весом от 4 до 12 кг, некрупное, 45-64 см размер тела. Продолжительность жизни максимальная до 40 лет. По данным двух публикаций я посчитал, что медиану развития опухоли составила порядка 16 лет. Для человека это составляет 48 лет. При этом имеются данные, что медиана возникновения опухоли у людей – это 66 лет. То есть опухоли обезьян выявляются несколько раньше или развиваются. Можно ли связывать меньшую частоту развития солидных опухолей с меньшей продолжительностью жизни этого вида? Вероятно, нет. Было проведено достаточно детальное исследование в ОТРС среди самцов с ожидаемой продолжительностью жизни менее 10%. И среди этой популяции животных практически не выявлялись случаи ракопростаты. При этом рак простаты – один из наиболее часто диагностируемых опухолей у мужчин. Индуцируемые опухоли. Около 85% злокачественных опухолей у людей связаны с воздействием химических, биологических или физических факторов внешней среды. То есть канцерогенное воздействие преобладает над наследственными факторами. У обезьян проводилось большое число исследований по канцерогенезу. При этом самые разнообразные пути введения были пероральные, инъекционные, вводились канцерогенные вещества, назогастральные, инициировались или имплантировались под кожу, наносились на кожу, вводились в брюшную полость. При этом длительность экспозиции в различных исследованиях также была очень значительной – до 24 лет для некоторых соединений. Так, в одном из исследований 50 макак подвергались канцерогенному воздействию практически все органы и ткани, которые наиболее часто наблюдаются в развитии опухоли у человека, подвергались воздействию канцерогенных углеводородов. При этом кумулятивные дозы этого воздействия достигали граммов. Вводились также эстрогены длительно. До 11 лет был период воздействия. При этом у животных, которые выжили после этого воздействия в течение трех и даже более лет, опухоли не были зарегистрированы. Вот здесь представлен достаточно большой список химических соединений, которые являются мощными канцерогенами у грызунов. И при их введении обезьянам не наблюдалось случаев развития опухоли. Опухоли канцерогенный потенциал мышьяка, ДДТ, был практически ничтожным после дозирования на протяжении 15-22 лет животных. Ни один из сильных гепатоцеллюлярных канцерогенов, которые тестировались на обезьянах, не приводил к развитию гепатоцеллюлярного рака. Диментилбенцентрацин – это известный канцерогенный агент, который вызывает опухоли молочной железы у грызунов. При длительном введении в течение четырех лет у одного из видов макак не было зарегистрировано опухоли. Гормоны сами по себе также не являются сильными канцерогенами у нечеловекообразных обезьян. 17 контрацептивных стероидов, которые изучались, вводились на протяжении длительного времени. Отличий в частоте возникновения опухолей в контрольной группе и в опытных практически не было. 1,5% в контроле и 1,7% в опытной группе. Вот обзор Такаяма по химическому канцерогенезу у низших обезьян. Очень наглядно видно 15 канцерогенов у крыс, правый крайний столбик, который вызывает развитие различных опухолей. Только три из них ассоциированы с канцерогенезом у нечеловекообразных приматов. При этом 10 из них являются канцерогенами первой или второй группы для человека. И это не вопрос, связанный с недостаточным количеством исследований. Вот обзор авторов КСИА и Чен 2011 года. Большое количество статей посвящено этому вопросу. Очень небольшое количество химических соединений, которые ассоциированы с канцерогенезом у приматов. Это гетероциклические амины, афлотоксин, диетилнитросамин, каталитические высококипящие масла, диметилбезатроцин и ряд других. При этом такие канцерогены, известные как метилхолонтрен и эстрогены, приводили к развитию доброкачественных опухолей, а полихлорированные эпифенилы к пренеопластическим изменениям слизистой оболочки желудка. Радиационный канцерогенез тоже изучался этот вопрос активно в 50-х годах прошлого века. Общее равномерное облучение тела протонами или высокоэнергетичным рентгеновским облучением приводило к развитию опухолей у обезьян. Частота составляла в случае рентгеновского облучения порядка 9%. Среди животных, которые пережили облучение в дозе 2-8 ГРЭЙ, частота была 14%. При облучении протонами с высокоэнергетическими 55 мегаэлектрон вольт, частота развития опухолей достигала 27%. Если вводить радиоактивные вещества, имплантировать в различные органы тканей, ситуация кардинально меняется. Достаточно много было таких экспериментов. Небольшое количество животных в них было, что связано с длительностью наблюдения. Вводились радиоактивные соединения разной активности от 0,5 до 20 микрокюри. И у всех животных спустя несколько лет, до 10 лет развивались опухоли. В основном это были саркомы. У единичных животных наблюдалось развитие меланомы и карциносаркомы. Что известно в плане радиационного канцерогенеза у грызунов? Данные лаборатории канцерогенеза и старения Института Петрова. Облучение крыс общая равномерная гамма-лучами в дозе 4 ГРЭЙ приводит к развитию опухолей у самых крыс с частотой порядка 74-77%. При этом подавляющим большинством опухолей, 54-57%, являются опухоли молочных желез. То есть существенно выше частота и другой спектр развивающихся опухолей. Если говорить про клеточные культуры, то в базе данных ИТСС задепонировано на сегодняшний день 19 культур клеток обезьян. Из них только одна культура представляет собой лимфому. Все остальные – это две трансформированные культуры и клетки нормального эпителия почек. Перевиваемые опухоли. Огромное количество попыток предпринималось создать перевиваемые опухоли у нечеловекообразных обезьян. И опухоли людей прививались. 191 опухоль была привита 72 обезьянам. Ни одна из попыток не оказалась успешной. Вот недавнее сообщение относительно автора Жоу привили рак легкого человека в бронхиальную слизистую бронхов обезьянам после спленоктомии. При этом использовалось достаточно большое количество клеток для прививки. Порядка 10 в 7 клеток на зону инъекции. И вот 6 иванских макак использовалось, вводились клетки в 12 зон. У 3 и 6 животных авторы спустя 9 месяцев обнаружили изменения типа дискриоза или большей степени злокачественности, включая рак. Однако авторы, если провести расчет частоты на количество точек ведения клеток, то частота успешности прививки достигает 8%. При этом авторы не указали в статье развивались ли действительно клетки человека или это происходило злокачествление клеток собственно животных. Но при этом указали, что клинические изменения соответствовали тем, которые наблюдаются у людей. Если же говорить, сравнивать с количеством клеток, культур, которые есть, скажем, для мышей, то в ITCC 293 культуры клеток задепонированы. Из них более 100 – это опухолевые. Известно более 50 перевиваемых мышиных опухолей. И у иммунодефицитных мышей создано большое количество, более 500 моделей опухолей человека ксенографных. Можно ли действительно говорить о том, что низшие приматы являются такой уж транслируемой для человека моделью? Насколько филогенетическое родство близкое? Вот на этом слайде представлены результаты анализа, который был сделан в 2013 году по сравнению биодоступности разных препаратов при пероральном введении животным, собакам, грызунам и приматам. И отслеживалась корреляция с теми данными, которые есть для человека. Абсолютно случайный характер распределения мы видим. Это говорит о том, что невозможно достаточно хорошо предсказывать ни по одному виду животных фармакокинетику препаратов. А если фармакокинетика отличается, в том числе и для канцерогенных веществ, видимо, она может отличаться, значит и фармакодинамика будет отличаться. Вероятно, все-таки нечеловекообразных приматов следует рассматривать как некую негативную модель в онкологии. И, возможно, они являются неким ключом для того, чтобы ответить на вопрос, с чем связано развитие опухоли, какие генетические механизмы, эпигенетические, лежат в основе резистентности. И, возможно, это ключ к тому, чтобы выработать какие-то меры профилактики. Таким образом, использование нечеловекообразных обезьян в настоящее время очень ограничено. И было всегда ограничено в силу их редкости, дороговизны и большого размера тела. Частота опухолей спонтанных индуцированных у нечеловекообразных обезьян крайне низкая. Прививаемые опухоли и модели на настоящий момент можно считать, что их практически не создано. В связи с низкой частотой спонтанных опухолей крайне интересным представляется создать такую модель опухолевого нечеловекообразных обезьян для изучения. Ну и относительное отсутствие онкологической заболеваемости делает нечеловекообразных обезьян такой негативной моделью с потенциалом для идентификации протективных факторов, которые могут объяснять их относительно устойчивости онкологических заболеваний. Благодарю за внимание.